Принцип индивидуации Принцип индивидов Принцип индивидуации сущности существует они только таким способом это первый способ индивидуации он простой на самом деле в этом способе индивидуации все становится пространственно развлеченным в том числе и бог работ представляет собой некую пространство различную сферу весь мир охватывает такой идеальный шар и идеальность вот это идеально себя представляется богом за пределами этой сферы уже ничего нет там же нет такого там просто ничего не то есть потому что согласно арестурию все должно все что существует она определенная все определенное имеет форму и поэтому не может быть беспредельное пространство как бы это противомысленно это многим способом это доказывает вот это первый простой принципе индивидуации мы понимаем на самом деле что вот философия смысле вот своей субъективности она предлагает другой спинс это другой принципе индивидуации не пространство но он состоит в том что все представляется индивидами для некоторого субъекта субъект является основанием индивидуации каким способом тем способом что все давно в некотором сознании и и индивидуация и различения сущих происходит способом что внутри субъекта вот есть некоторого развлечения то что субъект различает то что субъекте в его сознании различие то и на самом деле различны а сам то есть всякое различие опирается исходно на возможность что-то различить сознание и причем на самом деле в этом отношении сознание выступает как своего рода вот про то же как своего рода пространство только уже на его на глупо как-то назвать конфигурационное и там свое время когда я занимался философии создания я постоянно говорил о том что сознание представляет своего рода нечто пространство потому что она с одной стороны она является общим основанием с одной стороны восприятия с другой стороны мышления на то есть две совершенно различные способности которые существуют параллельно друг другу до нас совмещает на некоторыми инстинкт некоторыми единстве совокупляет мне на некотором основании что она является тем способом каким они между собой могут соотноситься но собственно как бы об этом говорит карта этикетического разума когда говорить о трансцендентальной схеме собственно сознание представляет собой такую трансцендентальную схему благодаря сознанию собственно мы вот имеем второй принцип и индивидуации он Он состоит в том, что нечто различено внутри сознания. Так вот, если теперь рассматривать, например, в отношении этого принципа, что представляет собой Бог, то с точки зрения субъекта, с точки зрения сознания, Бог представляет собой некоторый модус, не модус, а некоторый топос в пространстве сознания. И различие здесь с тем Богом, который является охватывающей сферой нашего пространственного мира, состоит в том, что, в смысле охватывающей сферы, мы как бы внутри Бога находимся, а с точки зрения сознания, как бы, Бог находится внутри нас. То есть, Бог представляет собой некий топос внутри нас, то есть, представляет собой некое место внутри сознания. То есть, такая интересная, получается, картина, что, с одной стороны, есть некое внешнее представление о Боге, которое как бы в пространстве где-то находится, и мы находимся под властью этого Бога, а с другой стороны, Бог находится в нашей власти. Мы даем место Богу в нашем сознании, а можем и не дать. На самом деле у нас есть возможность проводить так индивидуацию, что определенные роды сущности просто будут выпадать из бытия. Для нас, например, может не существовать такие сущности, как Бог. Мы можем сказать, что такой сущности не существует, и навязывая миру такой принцип индивидуации, указывать, что ничего такого нет. То есть для нас просто мир будет другой. Мы являемся законодателями этого принципа индивидуации, и мы можем его провести тем способом, который нам нравится, или которого мы придерживаемся из каких-то концептуальных соображений. То есть вот такое предварительное различие о принципе индивидуации. Зачем вообще этот разговор ведется? Опять же, этот разговор ведется, исходя изначальной темы, связанной с созерцанием интеллектуальной интуиции. Основная проблема интеллектуальной интуиции состоит в том, каким образом можно разговаривать о прямом усмотрении сущности, о прямом усмотрении формы, а вообще о прямом усмотрении смысла. Вот философия всегда рассматривает, если посмотреть философию Канта, посмотреть философию Гейгеля, и вот я тут недавно читал работу о трансцендирующей индивидуации на Горицыно, философию начинает с того, что для нее мир выступает в модусе своей всеобщести. То есть в модусе понятия. И если посмотреть, как бы для философии этот тезис настолько стал очевидным, что всякая единичность, да, она всякой единичности не дается места. То есть всякая единичность есть своего рода отрицания всеобщности. Изначально как бы должно было бы получаться так, что всякая всеобщность есть отрицание единичности, что первичная единичность, и только на основе единичности мы восходим к чему-то всеобщему. То есть движение должно было быть в этом направлении, как рассуждает Аристотель. Аристотель говорит, что принцип индивидуации – это пространство. И в пространстве сущности представлены как единичные, независимо от того, нравится нам это или не нравится. Они просто есть и все. Мы их усматриваем своим умозрением, своим умом усматриваем сущности. И вот они каким-то образом существуют. Иначе говоря, Аристотель как раз в интеллектуальной интуиции присутствует, это полный рост. Сущности и формы, которые он усматривает, они единичны. Но он говорит о том, что мы, усматривая эти единичные сущности и формы, восходим к неким всеобщностям, категориям. Да, и я хочу заметить, что при всем при этом мы не можем в него сущности пустить в свое сознание. Не можем. У тебя усматривание их необходимо. Сейчас я объясню, каким мы не можем это сделать. Каким мы можем это сделать. Как раз с точки зрения субъективизма, начиная с Канта, мы можем сделать так, что какие-то сущности не пускают в свое сознание. Мы это можем сделать. Объясняю, например, тем способом, что сами сущности есть своего рода понятия, которые обязаны своим существованием нам самим. То есть мы усматриваем в мире не только сами сущности, которые пространственным образом различены, а мы усматриваем в мире наши формы, которые мы определенным образом конструируем в самом мире. То есть само то, что мы созерцаем в мире, есть нечто конструктивное, в котором участвует наша способность познавания. А наша способность познавания порождает в этом мире формы. То есть формы, всеобщие формы. Вот поэтому я начал говорить о всеобществе. Да, вот у Аристотеля всеобщество, она является вторичной по отношению к единичности. Первичная единичность, потому что некое пространство, она всегда первичная. А всеобщество, она базируется на этой единичности, и о всеобществе говорится как о чем-то, что сказывается о многом. То есть всеобщество вторичное, оно тогда-то сказывается о многом. То есть каждое это многое, оно есть, и оно само по себе сущность. И оно не зависит от того, сказывается о нем или не сказывается. А всеобщество это некий способ, языковой способ, как и мы можем редуцировать эту единичность к неким всеобщим вещам, таким-то, допустим, как категории, и высказываться об этом единичным. Вот, собственно, позиция аристотики, если ее просто излагать. Позиция Канта, она иная, существенная. Он говорит о том, что на самом деле, ну, понятное дело, что он трансценденталист, и он развивает философию априорности, которая связана с философией субъективности, и у него получается так, на самом деле, что изначально есть только всеобщность. А что на самом деле, эта всеобщность, в которой мы существуем, которая представляет собой чистую форму, она проектируется в мир, и мы усматриваем в мире результаты своей деятельности, своей конструктивности. То есть то, что мы усматриваем в мире некого рода сущностей, скажем, вещи, люди, и что-то другое, это есть не что иное, как способ, каким мы конструируем этот мир. То есть, например, то же самое пространство и время. Это есть некие формы нашей конструктивности, каким способом мы этот мир оформляем. То есть, исходным законодателем индивидуации является не само пространство, как оно есть, из которого мы из некоторых единичеств выводим некие всеобщности в силу некоторого удобства языка. В силу, например, такого удобства, которое называется коммуникативностью. Для того, чтобы могла существовать коммуникация, необходимо, чтобы смысл были одними и теми. Необходимо, чтобы я называю слово, другой человек понимал, в какой смысл я в него вкладывал. Только в этом случае возможна коммуникация, если есть общие смыслы. Да, если ты и он, мы знаем изначально, что такое зеленое. Да. То есть у тебя есть некий опыт восприятия, не языковой опыт, совсем не языковой. Нет, я имею в виду, что есть... Обычный опыт восприятия зеленого. Я пока не восхожу к тому, что язык опирается на опыт, это бесспорно. Да, потому что... Речь-то идет о всеобщем, в каком смысле? В том смысле, что предикат и субъект. Что субъекту прописывается какой-то предикат. Вот в этом смысле у тебя есть только всеобщество. А так у тебя все... Штуки, которыми ты работаешь, благодаря форме времени, благодаря пространству, они являются вполне единичными. Только. Они являются одновременно формами субъективности. Ну, да. Правильно. Но это и означает, я же о чем-то говорю, это означает, что принципом индивидуации является сам субъект. То есть субъект... Да, но он не произволен. ...различает. Но он не произволен. Ну, сейчас в смысле пространства времени он не произволен, но в смысле понятия уже присутствует некий произвол. Да. Поэтому, как бы это и получается, что ты что-то к себе, вот этот... Если я посмотрел на цветок, то я его, наверное, не смогу не пустить в собственное восприятие. Нет. В смысле, это чувство и ощущение ты не можешь не пустить, конечно. Не пустить. Хотя существуют опыты, когда люди... Ну, кроме специальных экзотических опытов. Да, это специфический. Ну, внутренний. Ну, так я не могу его. И у тебя везде все это получается... Опыт необходимый. Нет, опыт везде необходимый, я немножко не об этом. Просто я... Ты просто... Я там вам... Я о сущности того, что есть всеобщесть. Ну. Философия Канта, да, и вообще субъективная философия, всеобщесть стоит на первом месте. А индивидуальность, да, и вся короткая индивидность, да, она на самом деле исторична. То есть, получается, обратная картина, не как у Аристотеля. Аристотель получал, что мы были единичести, и мы восходили в всеобщести. И это было своего рода, ну, как вот в ампиризме, да, говорят, что понятие – это нечто абстрагированное из самого опыта. Да, у нас есть опыт, как бы мы путем многообразного повторения этого опыта можем вывести, ну, какие-то общие закономерности, общие особенности, аспекты какой-то реальности, эти общие аспекты возвести в то, что называется понятие. Да, это вот ампиризм такой же, да, и в каком-то отношении все это как бы на этих позициях стоит. А априализм, да, вот субъективизм, в том форме, в котором он развивает немецко-классические философии, говорит обратно, что есть изначально всеобщесть. И всеобщесть – это нечто более близкое нам и более существенное, да. И все на самом деле основано на этих всеобществах, а единичность есть как бы отрицание этих всеобществ, обратная картина. То есть то, что у нас на самом деле есть развлечение, картина развлечения в мире, да, то, что мы различаем сущности, на самом деле это есть наша некая деятельность, наша некая конструктивность. Мы как бы проецируем различие вовне, да, то есть субъект является основой всякого развлечения. То есть вот эта вот позиция, она является позицией субъективной философии. То есть в принципе индивидуация, как я говорил, если другие везут вам говорить, мы являемся законодательными в этом принципе. Мы определяем, что является индивидом, да, что отличено от чего, да, то есть в чем состоит основа различимы, что различено, а что не различено, что различается и почему различается. Так вот, в чем как бы здесь проблематика, в чем проблема состоит? Проблема состоит в том, что с этой позиции, когда всеобщность является первичной, например, Гегель договаривается до того, что мы в принципе никаким образом единичность высказать не можем, а потому как бы единичность это лично мнимая. То есть она как бы вот может быть в ощущении каким-то образом нами мнится, но на самом деле ее не существует. Это вот своего рода такая иллюзия такая, да, как бы язык его не может высказать, говорит Гегель в феноменологии духа, и поэтому язык-то правдивее, и значит как бы никакой единичности на самом деле для нас нет. То есть она каким-то образом нами, конечно, мнится в чувственном опыте, но тем не менее, как-то всякий раз, когда мы пытаемся высказать об этом единичном, мы высказываем о ней только всеобщим. Вот такая позиция. И эта позиция исключительно держится на том, что всеобщее для нее нечто родное, всеобщее это та среда, в которой субъект чувствует себя укорененным, да, это нечто, что является для него как бы фундивающим обстоятельством, да, и она не хочет от этого отказываться, потому что это является основой ее власти. Потому что есть ничего единичного. Если всякая единичность является вторичным от всеобщего, да, если всякая единичность, она зависит от всеобщего, как бы, и может быть высказан только всеобщим образом. Ну смотри, но ведь феноменологии духа Гегеля, казалось бы, это не о всеобщем единичном, это попытки высказать непосредственно бытие. А cohet это то же самое, слово бытие это точно так же высказывание не нищего, а всеобщее. Слово «бытие», «субстанция»… Само по себе «бытие» – это всеобщее. Поэтому речь идет не о том, что язык чего-то там плох и недостаточный. Нет, я не говорю о «плохо». Я не об этом говорю. Я высказываю вопрос о том, каково соотношение единичное и всеобщее. Принцип индивидуации должен определить, как существует единичное. Единичное существует благодаря определенного рода принципу, каким оно различается. Если взять, например, наше современное представление физики, каким образом различаются две частицы? Две элементарные частицы и два электронные. Они различаются только пространством. То есть существует принцип неразличимости частиц. Пространство является той, как, помимо прочих всех свойств, что такое пространство, оно является тем принципом индивидуации, благодаря которому мы различаем сущность. В сущности различены два стула. С точки зрения всеобщести это одно и то же. Мы говорим стул и тут стул. И высказываем одно и то же содержание, говорит Гея. Каким образом мы их различаем? Они различены в то, что состоит два стула, в пространстве. В пространстве два различных стула. Так вот, вопрос состоит в том, каким образом дать возможность единичности быть единичностью. Проблема состоит в том, что если мы базируемся на всеобществе, если мы на самом деле всегда завыкаем себя в структуре языка, а язык действительно, можно с этим согласиться, никогда не может высказать единичность. Он, в принципе, как бы… Язык же изначально создан, чтобы коммуницировать, чтобы друг другу понимать. Я говорю, что мы должны наши все смыслы соизмерить. Мы должны согласовать их определённого рода со словами со своими значениями. И вот мы постоянно на форме, допустим, на классовом штуре, мы только и занимаемся тем, что пытаемся определить всё. Пытаемся как бы договориться о определённого рода значениях слов. То есть для того, чтобы возможна была коммуникация, нужно всё-таки договориться об определении. И это вечный постоянный разговор. Что такое противоречие, что такое противоположности и прочее, прочее. Так вот, а вопрос ведь состоит о том, чтобы усматривать саму суть дела, безотносительно того, как мы с друг другом коммуницируем. То есть сначала надо посмотреть, как же с этим дело обстоит, на самом деле. Как единичность и всеохни существуют. Если всякий раз вместе с Гегелем мы будем всякую единичность редукцировать к всеобществу и говорить, что единичность с точки зрения всеобщества не существует. Ведь Гегель как говорит, если так буквально он вглядит в своё произведение, он говорит, что я смотрю с позиции всеобщества и вижу, что единичности здесь нет. Ну как можно высказать здесь позиции всеобщества и единичность? Никак. Значит, они не надо высказывать ничего. Значит, мы будем оставаться на позиции всеобщества и будем двигаться только исходя из этой позиции всеобщества. И нам не нужно больше ничего. Мы выстроим некую логику, логическую систему, которая будет системой вот этой всеобщести. И эта система всеобщества заполняет всю полноту возможностей. И это будет представляться то, что называется философия. Философия как бы завершается и всё. Больше ничего не надо. Как можно этой системе противопоставить? Что можно здесь попытаться найти нового? А как с позиции вот такой тотальной всеобщести можно углядеть единичное? Вот мы говорим, вот есть единичное. Ведь всякое единичное с позиции всеобщести всегда будет стремиться быть редуцированным к этой всеобщести. Я, например, указываю на некое единичное, а тут же возникает некая категория. Например, я указываю на ничькое количество, и будет возникать категория количества. Я указываю, допустим, на красное, а мне будут говорить о категории красного. или о понятии красные, и так далее. И всякий раз будет возникать несогласованность для того, о чем идет речь. Каким образом единичный может предъявить, иначе говоря, свои права? Вот в рамках философии Аристотеля этого не требовалось, потому что там изначально единичное, оно было укоренено, оно было главным, и из него понятия были вторичные, и они опирались в своих смыслах на эти единичные, и зависели от них, и они вообще, говоря, выводились из этих единичных. А тут получается наоборот, получается в нашей философии трансцендентальной, да, субъективной, и изначально мы фундированы во всеобщем, и нам наоборот теперь, мы никак не можем добраться до единичного, мы не можем за него ухватиться никак. Причем эта проблема, она не только теоретическая проблема, да, метафизическая, она еще проблема же и этическая. Мы всякий раз обсуждаем, например, этику, и всякий раз обсуждаем ее в неких общих понятиях, в неком формализме, да? А ведь речь-то идет о конкретных единичных людях. Ведь каждый человек – это некое единичное существо. А мы высказываем об этой единичной существе, только можем высказать всеобщее. И все эти законы, там, морали, там, да, там, некие там, заповеди и прочее, они ведь высказывают только всеобщее. И вообще постоянно эта вся этика расходится к неким всеобществам, и редуцируется, как бы, вот формализм, который можно выразить, например, в этом категорическом оперативе Канта, да, в некий, некий, это, что, который может, в свою очередь, может свести просто к кризису или противоречию, что моя воля не должна противоречить некому консенсусу с волей других людей. То есть, эта проблема фундаментальна, она вообще все затрагивает, да. Затрагивает все в том смысле, что вот у нас есть вот этот дискурс всеобщности, и этот дискурс всеобщности претендует на то, чтобы быть дискурсной философией. Я не даром вот тут, как бы, вот привел внимание Наговица. Наговица так начинает раздуть свои статей, что предметной философии служит всеобщее в том его модусе, который, в отличие от искусства и религий, образует память. То есть, на самом деле, можно в этом согласиться с Наговицыным, что та философия, которая до сих пор называется философией, есть не что иное, как рассуждение о всеобщее. Ведь вот все вот эти вещи, все понятия, идея, само понятие как понятие, обсуждение этого, обсуждение эйдеса, обсуждение категории и прочее, обсуждение логики, вся эта проблематика, она возникла только потому, что изначально предметом философии является всеобщим. То есть, я когда говорю о том, что философия закончилась, я имею в виду это, что возможности вот этой всеобщности, они завершены. Что мы, можем ли мы дальше двигаться в плоскости развития вот этой всеобщести, в ее абстрактном понимании, как она существует в философии. Может быть, в смысле того, как существует в науке, потому что ведь наука в каком-то отношении точно так же занимается всеобщим, но она занимается все-таки каждый раз, отталкиваясь от конкретного. Наука в каком-то отношении осталась верна аристокису, она пытается осматривать вот эти единичности, а потом обобщать. Хотя существует и обратное движение, хотя существует и прямое конструирование, а потом уже как бы проецирование вовне. То есть, и такое движение существует. Но тем не менее, вот философия, в том модусе, в котором она представлена как рассуждение о всеобщем, как некая всеобщая среда, мне кажется, что здесь уже что еще можно сделать? Может быть, можно как раз попытаться выйти к этой единичности. А выход к этой единичности существует единственный. Я не даром постоянно говорю о интеллектуальном созерцании. То есть, можно только дав возможность существования такой вещи, как интеллектуальное созерцание. Что такое интеллектуальное созерцание? Это как раз усмотрение единичности, но, конечно же, не в смысле ощущения. Ведь в каком-то отношении, как бы, какую-то единичность составляет классическая философия. Она говорит, что ощущения там наши единичны. Хотя они все в знании, все редуцируются к всеобщести. Но, тем не менее, вот я имею в виду, а вот существует ли единичность как смысл, как смысловая единичность, некое поле, иное, новое поле? Но мы же сказали, мы же договорились, сказалось бы, что это существует. Существует, но... Что транзинитальная философия, она тоже существует. Да. У тебя она в специфическом интеллектации существует. А я говорю немножко о другом. Я, например, усматриваю, допустим, что вот каждый отдельный человек – это сущность. Собака – каждая отдельная сущность. И эта сущность, мы усматриваем то, что, допустим, собака или человек представляет собой целостность, мы усматриваем это непосредственно в самом мире. Да, вот органическая жизнь, как... Не обязательно собака, даже фигуры. Ну, ладно. Да, растения, пожалуйста. Да, это же все, что угодно. Не, не все, что угодно. Даже стол побольше. По поводу камня... Даже стол. По поводу стола мы могли бы так сказать, что у нас есть эйдос стола, и стол является столом только потому, что мы владеем... Вот эта эйдетическая философия, сколько ни гони в дверь, она всегда возвращается в окно. Но почему здесь эйдетическая философия? А я хотел сказать о том, что можно ли... Ты просто, ты начинаешь с эйдоса, и поэтому и заканчиваешь эйдосом. Ты начинаешь со всеобщего. Не, 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 правильно. Ты правильно говоришь. Начни с экзем styro, единичного, которое дано нам в ощущение. Правильно. Вот, видишь, ты говоришь, дано в ощущение. А я хочу сказать, а существует ли нечто единичное, которое дано умопостигаемое? Не в ощущениях? Ощущение, оно не дано, как целостность. Организм как целостность данному умопостигаемому. И вы прямым усматриваете, что организм есть не единственный. Или народ, допустим. Нет, ну это у тебя такая единичность, это такая всеобщность, которая существует в единичном экземпляре. Всеобщность, существующая в единичном экземпляре, это не единичность. Нет, как сказать, организмов много, людей-то много. Каждый человек – личность, и каждая личность представляет собой некую единичность. Но она, если она ответвлена в понятие просто так, самостоятельно… Вот, Миш, ты сразу перешел на тельное понятие. А нельзя ли эту единичность усмотреть еще до понятия? До понятия не то, в смысле, что сама единичность не является смыслом. Извините, вы можете прерваться на пару? На что? Просто я сейчас ухожу, и я единственное хочу рассказать, значит, давай, Влад, не ждать Нового года. Считаю, что с завтрашнего дня я не работаю уже. Но я во вторник приду, день, часами пяти, чтобы уже все окончательно там уже все решить там. Может, между собой еще чем-то там поговорить. Потому что, почему я так говорю, зная, что у него ходит с января, я не смогу себя составить работать по оставшиеся дни. Поэтому, считаю, что мы ждем Нового года. Этаж, ты оставишься или нет? Нет. Ну пойдем. Вот еще одна единичность. Вот она, единичность ворвалась. Уникальная, да. Уникальность, я бы так сказал. а, во 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 во, благодаря Астасу, термин уникальное. Уникальность – это не единичность, единичность – это не уникальность. Эндиотергрей. Еще раз говорю, что каждый отдельный человек – это единичность, единичность и личность. Тем не менее мы же говорим ж кадый отдельный человек, там же есть и всеобщество. Тут суть в том, что либо мы допускаем существование интеллектуальной интуиции, я вот усматриваю, что в В качестве таких единичеств могут выступать отдельные люди, отдельные организмы, отдельные культуры, отдельные народы, отдельные государства, отдельные традиции и так далее. То есть, нечто историческое, допустим, отдельные события. То есть, в мире на самом деле таких вещей много. Но только мы как-то почему-то с ними не умеем работать, как мне кажется. Потому что мы все это рассматриваем как нечто случайное, как нечто недостойное философии. Потому что, ну что там, случилось какое-то событие, мы, если, что значит отнестись к этому событию философски? Это означает свести его к некому общему примеру, к некому морали. Сказать, что вот данное событие, оно указывает на вот такую-то мораль. Не попытаться сохранить само единичное событие в своей единичности, а свести его к некому общему примеру. И так же совсем другим. Что такое человек? А вот свести его к каким-то параметрам общечеловеческим, скажем, параметрам ревидиозным, параметрам политическим, экономическим, антропологическим и прочим. То есть, мы каждый раз будем цепляться за всеобщество. Мы каждый раз будем из этой единичеств раскладывать в эту линейку категорий. по регистрам его будем определять и каждый раз мы будем его просто возводить в некую всеобщесть и всякий раз, когда мы будем говорить о личности мы будем высказывать о нем только всеобщее а где же сама эта личность? ведь мы все прекрасно понимаем, что личность по крайней мере нам хочется в это верить это и есть нечто бесконечное нечто самоценное, единичное не сводимо никаким определением а так получается всякий раз у нас все это сводимо к определению и точно так же о Боге, когда мы говорим то есть мы можем высказывать о Боге и общее определение и тогда получится, что Бог – это просто понятие. Говоря всеобщие отrgy, мы никогда не сможем дойти до вот этой единичности, если Бог существует, и никогда мы не сможем единичность в это всеобщuntи высказать. Всякий раз будем высказывать единичное всеобщие, и то есть, всякий раз, будет у нас циркулировать Бог как некое понятие, и поэтому он и существовать не будет. Как может существовать понятие? Да никак. Понятие так и останется кругу от этих всеобщadoстей, и за рамки этих всеобщadoстей не выйдет. И тогда мы столько можно... Нет, да, действительно, я здесь соглашусь, у нас с тобой действительно есть проблема, что если мы старцуем от умопостигаемое, можно ли мы пройти к единичному или только к уникальному? Хотя уникальная тоже плохая теория. Действительно, кажется, что если мы старцуем... Чтобы даже единичность у нас звучит так, как будто это отрицание всеобщества. Не так, как раньше она звучала. Если мы действительно стартуем с понятия, то можем ли мы понять Бога как действительно единичное? Вроде бы действительно не можем. Единственная возможность, которая осуществлена гибелем, это понять Бога, вся всеобщесть как тотальность. Да, ты можешь его понять не единичным, ты можешь его понять единственным. Единственным ты можешь его понять. А единичного, к сожалению, нет. Вот как-то так получается. И так же с человеком к предметам этики, да? Я пришел и пытался тебя отнестись как к человеку. А именно начав с этики... Ты отнесёй будешь как к любому произвольному. Да, ты как к любому человеку... Меня как бы нет, а есть место некое, к которому ты относишься. Не я конкретно. Ты к нему можешь говорить, ты к нему сможешь отнестись как к индивидуальности, но не сможешь отнестись как к единичности. Вот как интересно. То есть ты можешь отнестись к другому человеку как к индивидуальности, но не сможешь никогда отнестись как к единичности. Если ты стартуешь с этики. Вот это интересно вообще. Кстати, вот такая тема. Знаешь почему? Потому что... Смотри, как здорово получается. Это что? Получается, что в самом-самом определении возникает невозможность этического учения? А может Христос действительно пытался создать такую этику, которая не является этикой по сути? Да. Ну, может так и рецепт. То есть, совсем на другом основании. Ведь обычная этика, как она делает? У тебя есть некие дополнительные правила, ты приходишь, Хочешь, чтобы он относился ко мне так, как я к нему отношусь. Хотелось бы, чтобы как к нему люди относились. Вот ты к нему приходишь, но хопа, сразу же перед тобой фокус. У тебя человек, который перед тобой становится для тебя индивидуальностью, а не единичностью. А не уникальностью, точнее. Он становится индивидуальностью, а не уникальностью. То есть, феномен... Это принцип любви, опять же, невозможно любить, как абстрактное. Да. А потому что с любовью как-то. Сначала любовь. Сначала любовь, а потом этика. А потом брак с законами. Потом брачный договор, да? Сначала любовь, потом брачный договор. А если у тебя сначала брачный договор, то тебя... Да, это не индивидуальность, конечно, индивидуальность. А ты заметь, если о любви ведь как рассуждали? Например, Ницше как рассуждать. Мы в любви любим сами себя. Потому что мы в любви любим свою любовь. Да. А не единичный человек, да? Да. Но это бывает только так, когда ты встал с утра и решил, а я сегодня влюблюсь, пожалуй. Нет. Но тогда ты его не умеешь. Так же он не только Ницше рассуждал. Многие рассуждают. А? В пять часов. Да, сегодня в пять часов я влюблюсь. Знаете, что у меня любопытно? Вот у Хайгера. Ведь Хайгер считает, что Ницше последний классический философ. Вот я никак понять это не могу. Я думал, что он отрицает все-таки классический философ, а он его завершает. То есть после Гекеля идет Ницше. То есть Ницше последний классический философ. А почему? Потому что на самом деле в этой всеобществе он продолжает эту работу. Все равно он остается в этом дискурсе всеобщества. Не знаю, уходит ли Хайгер в единичность или не уходит, это непонятно. Это надо как бы отдельно рассматривать. Но вопрос сводится даже к тому же, даже к той же самой любви. Да, но Хайгер есть экзистенциалы. Любовь, то есть как некая данность, как некий факт. Вот она же работает именно с единичностью. У тебя не так получается, что у тебя сегодня в пять часов я влюблю. Тогда да, перед тобой уникальность, личность. Ты не только ее любишь, но и уважаешь, ну и так далее. Но она становится радикальной, а феномен единичности теряется. Интересно, что теряется. Самое интересное, что вся жизнь теряется. Потому что наша жизнь... Да, и жизнь теряется вместе с этим. Согласен. Есть нечто уникальное. События жизни исчезают. Как интересно. Все превращается в некого... Наконец-то мы понимаем, что так долго хотел сказать, ну ладно. Нет, ну я как бы, если честно, занимался тут целую неделю попыткой как бы осмыслить свою жизнь с незапамятных ребенком, с 90-х годов. И в итоге... В итоге как бы я хотел попонять на самом деле, а что вот читая дневники старые, что сохраняется, да, что вот остается, как вот моя история. Остаюсь ли я на самом деле еще как единичный субъект, как единичная личность, или все-таки все, что как бы вот в этом дневнике отображено, да, все это просто некие просто определения, да, которые каким-то образом меня определяют. То есть как некие всеобщие характеристики. Можно сказать, что вот я такой-то и такой-то. Что даже сохранилось, да, я могу сказать, что в этих сохраненных характеристиках я вот таким был, таким остался. Или все-таки на самом деле весь вот событие, да, вот есть некого рода единичность, и вот это вот многообразие событий делает из меня некую личность в смысле моей истории, да. Я как личность становлюсь историей, своей же историей. И вот эта история, она делает меня уникальным. Не так получается, что как бы я должен быть редуцирован к некоторой личности, которую вот, как к классике, да, субъект, он сохраняет себя в истории, он сохраняет себя в опыte, да, вот он равен, как самосознание, да, он равен самому себе, и вот он движется, да, вот к порядке опыта и вообще не изменит, да. И все вот эти… А все остальные случайности там, какие-то случайности судьбы, сам вы видите, так, все это не существенно. Потому что он определен определенными характеристиками, как вот вещь, да, вот определена в своих свойствах, каждый субъект определен, и все. Или все-таки на самом деле есть нечто такое, вот, что прорывает на самом деле вот эту всеобщность и является некую уникальность. Я не могу редуцировать свое прошлое к своему настоящему. То есть я должен всегда держать в уме всю свою историю. То есть на самом деле я как личность на самом деле, не личность, которую сейчас в пространстве времени здесь как индивидуальность нахожусь, а я как личность, она на самом деле растянут во времени на вся свою историю. Я как бы только таким образом могу собраться, потому что я не могу утерять вот этот дух какой-то единичности. Я могу бесконечно там всеобщим образом высказываться о себе. И каждый раз эти высказывания будут какие-то предикаты, которые будут навешивать. Но тем не менее я каждый раз вот что-то утеряю. И поэтому я должен сохранить вот эту вот некую связь. Я должен сохранить вот эту всю историю. Но не получается. Так вот получается или нет, это зависит. А зависит, видимо, от того, что надо создать новый язык. Да, вот язык, на котором единичность может как тут... Как его создать? Это сам язык этому противится? Да, сам язык противится. Да, сам язык противится. Судя по всему, языковая эта штука невозможна. Да. Дело в том, что Аристотель ведь, когда говорит о единичности, его же трудно понять. Он говорит, что сущность – это нечто единичное. А мы ведь сейчас понимаем, что сущность – это всеобщее. Как может быть сущность единичная? Для нас сущность – это некое понятие, да, и выражено в понятии. Так а, говоря о многих всеобщностях, не видим ли мы в этом множестве их собственную единичность? Ну, вот всеобщность сталой там, всеобщность там лампочки, ну, грубо говоря. Но это же единичность. Смотри, тут существует такая вещь, как самоценность языка. Вот когда мы же как общаемся со столом? Мы стол используем как функцию. Мы на нем сидим, да, и вот как функция для нас один стол, второй стол, третий стол, любой стол в любом месте является некой функцией. Выступает для нас только всегда как всеобщий. И мир как бы устроен так, что у нас есть стулья, на них мы сидим, и они всеобщие, потому что мы используем как функцию всеобщности, столы всеобщие, все-всеобщие. Мы используем многие всеобщности. А чтобы отнести к чему-то как единичности, мы специально должны на этом застричь, что вот именно данный, конкретный стол в данном пространстве времени, вот здесь и сейчас и прочее. Так я о чем говорю? Допустим, пусть даже стол, стол, там мебель вообще, всеобщность какая-то. Но она же является в своей сфере единичностью, потому что помимо мебели существуют другие всеобщности. Это, вы правильно говорите, это называется определенностью. Именно об этом Гегель говорил, когда Канн говорит, что понятия пустые, а Гегель говорит, что они не пустые, понятия друг к другу соотносятся и поэтому определяются в контексте друг друга. Действительно, стол определен по отношению к стулу, и друг к другу они как бы определяют, и все остальное по отношению друг к другу определяют, и они как бы безотносительно пространство, а просто в языковой середе, да, в середе, ну как бы скажем так, в понятийной середе, да, они определены друг относительно друга, и в это есть какая-то понятийная единичность. И поэтому Гегель говорит, что для того, чтобы понятие существовало, они должны быть даны в некой системе понятий, только таким образом истинно существуют. И вся система понятий образует то, что он называет Богом, да? Вот это или язык вот у нас. Но! А о чём я так говорю? А я говорю о том, на самом деле, что несмотря на это вся эта вот среда всеобщая, она как бы что-то теряет. Вот за её пределами остаются поэзия, искусство, там, вот наша жизнь, да, вот наша, наша этика остается, вот наши чувства, ну много что, ну огромная, огромная содержательность в жизни, да. Вот дистанциальная философия, да, там, допустим, Киркегор, там, Ницше, там, может быть, Хадига, там, Деррида и прочее, они пытаются как бы что-то вот над этим как-то работать, да, и там. К этому надо как-то подойти, но подойти к этому надо другими средствами. Вот нельзя вот встать на позицию классической философии, да, и с точки зрения вот этих систем и понятий пытаться эту единичество ухватить. Тут всё, что можно будет сказать, что единичество – это нечто, что отрицательно относится к всеобществу. Всё, это отрицание всеобществ. Это как бы иное. Вот есть всеобщная среда, а единичество – это иное, и всё. Никакой содержательностью у этой единичности не будет. Вот с точки зрения хилософии Канта и Гигеля это именно так. А хотелось бы, на самом деле, как бы всё-таки единичность усмотреть как единичность. И вот я пытаюсь к этому подойти, не знаю, как это сделать. У меня нету для этого никаких инструментов нет, ни языка нет, ничего у меня нет для этого. Только есть просто желание, да, вот есть некое усмотрение. И это усмотрение вот может быть через интеллектуальную интуицию. Что через интеллектуальную интуицию, через интеллектуальное созерцание у нас есть возможность пробиться к самим существам, да, к самим формам единичным. А не пытаться вот играть языком, да, не пытаться играть в определение, да, не пытаться строить какие-то системы, да. Это в некой самодостаточность. Я как бы, мне даже опыт не нужен. Я могу сидеть там в тиши кабинеты, в самодостаточность строить вот эти бесконечные системы понятий, да, да. Одно, другое определять одно через другое, субъект, объект и прочее. А как раз, а суть-то ведь, это, в чём состоит? Это, хотелось бы усмотреть саму суть дела, ведь это, что это, ведь дело неинтересно эти понятия переставлять, ведь интересно было бы узнать, как на самом деле, что, как бы, усмотреть хотелось бы, да, что-то. И чтобы усмотреть вот это, необходимо вот, значит, новое. Что это новое, я не понимаю. Это даже не значит, что перейти на язык искусства или, там, на язык, там, не знаю, поэзии и поэтизировать эту философию. Это же не об этом речь идет, это что-то другое должно быть. Но вот я как в прошлый раз говорил, что методологи предложили такую вещь, как схема. Якобы схема выходит за рамки философии. Что-то я сомневаюсь, на самом деле, что это так. Я думаю, что современная философия и схему уже утилизировала в смысле всеобщести. Продолжение следует...